ну что ж настало время посмотреть на старый добрый а в данном случае новый народный инструмент cort же 280 всем привет вы на канале hard sound и сегодня мы будем изучать корт же 280 который был предоставлен магазином или market за что им большое спасибо и кстати по промокоду hard sound вы можете приобрести и этот корт и все что угодно из их ассортимента со скидкой 10 процентов и сейчас сель-маркет запускают розыгрыш но о нем чуть позже так что не переключайтесь корты наравне с ямаха и пацифика и всегда были в топе советов начинающим гитаристам что купить чтобы не потратить деньги зря я с этими инструментами столкнулся еще 2004 году когда работал музыкальном магазине мы их тогда только начинали привозить и все кто первый раз видел эти гитары очень сильно удивлялись потому что если сравнивать их с аналогичными по стоимости инструментами от известных всем брендов то корты всегда обладали приличным преимуществом если это был страт то у него был удобный корпус зализанная пятка если это была машинка тремоло то двухопорная вилкинсовская машинка если датчики то тоже вилкинсон то есть в целом эти инструменты были прилично прокачены и если за эти же деньги берешь какой-то известный бренд то там какое-то непонятное дерево иногда даже его не писали непонятная фурнитура ноунеймовская и еще менее понятная сборка вот корты всегда собирались более-менее ровно то есть я не сталкивался с тем чтобы они были реально косячными на самом деле это не так что и 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 со временем из никому неизвестного бренда корты стали одними из лидеров в производстве электрогитар. Если верить официальной информации, то они производят в год более 1 миллиона гитар. Только представьте. И у них настолько большие мощности производственные, что у них заказывают свои бюджетные модели. Ибанес, Шектор и, например, Фендер Сквайр. Субтитры создавал DimaTorzok Корд G280 так и просится название самой удобной и универсальной электрогитары. Удобный стратоподобный корпус со слизаной пяткой, никаких квадратных пяток. Удобная современная тремоло, вилкинсона подобная, на двух опорах и с ходом в обе стороны. То есть там есть фрезеровка. Датчики, хамбакер и два сингла. При этом синглы яркие и чистые, а хамбакер хайгейновый. Но про это чуть позже. И также можно обратить внимание, что на гитаре за эти деньги стоят локовые колки. И в целом вот эта машинка и локовые колки, и также вот такой роликоподобный ретейнер позволяют работать с этой машинкой практически как с Флойдом. Корпус у нас сделан из ольхи, топ из клёна, гриф само собой тоже сделан из клёна. И что интересно, накладка сделана из палисандра. Лет 10-15 назад я бы не удивился, но сегодня на бюджетном инструменте встретить накладку из палисандра это прям роскошь. Такое не могут себе позволить даже эпифон верхних серий и Fender Squire. А Корт мало того, что поставили палисандровую накладку, ещё и сделали её мультирадиусной. То есть в районе первых ладов у нас радиус меньше для удобного обхвата и удобной игры рифов. И к 22 ладу радиус увеличивается. Машинка работает просто великолепно. В обе стороны есть фрезеровка, чтобы можно было строй поднимать. Причём достаточно глубокая фрезеровка. И работает очень мягенько. Очень приятно работать с Вилкинсовской вот такой машинкой. Хотя она сейчас делается не Вилкинсоном, а Кортом. Кстати, как и локовые колки. И за счёт того, что колки у нас локовые, мы можем намотать всего лишь пол оборота, максимум один оборот струны вокруг колка. Зажать струну и всё. У нас нет вот этой пружины из струн, которая постоянно там сжимается, разжимается и портит вам строй. Плюс ещё у нас вот такой ретейнер здесь полуроликовый, по которому струна хорошо скользит. Тонкий, достаточно узенький порог. И всё это даёт нам очень стабильный строй. Тонкий, достаточно узенький порог. Что касаемо звукоснимателей, то они громкие и очень яркие. А синглы аж стреляют. Я думаю, в любой аппарат будет чистейший клин. И хамбакер, он выглядит винтажно, такой матовый, матовая крышечка. Но при этом он хайгейновый. Там керамика и 16 килоум намотан. Это реально современный хайгейновый датчик. И он такой же яркий, как и синглы. Я играю в SLD без грелок, в красный канал. И получается очень плотный звук на приглушке. Как будто я использую какую-то грелку. Ну, я играю напрямую. Музыка. 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 Но тут есть в этом некоторый, наверное, минус. Я не смог, по крайней мере, на синем канале, на SLD, на кранче настроить. Прям вот такой мягкий кранчевый звук. То есть, казалось бы, крышка, верх должен быть приглушен. Но нет. На кранче он звенит. И вот прям такого винтажного кранча я получить у себя не смог. Но это, конечно, зависит все от аппарата, от ваших примочек и от умения настраивать звук. Ну, можно, конечно, здесь тоном воспользоваться. Но вот в данном случае я для себя просто отметил, что хайгейн офигенно, очень сочный. А вот на кранче теплоты мне чуть-чуть не хватает. КОНЕЦ По удобству игры тут никаких вопросов нет. Это современный суперстрат со всеми удобными скосами и под правую руку, под предплечье. И удобно зализанная пятка. Ничего не перевешивает. То есть, это абсолютно нормальный классический суперстрат. А по качеству изготовления, как и все корты, серьезно, все сделано практически идеально. Я пытался найти какие-то косяки, там фоточки поставить, но идеально подогнан гриф к пятке. То есть, вот, серьезно, никаких щелей, там вообще ничего нет, никаких зазоров, все очень плотно. Ну, качество установки ладов, я думаю, вы видите на футажах. Все идеально установлено и идеально закатано. Но корты держат марку, даже в бюджетных моделях они собирают все очень качественно. Гитара гитарой, но я обещал рассказать про розыгрыш. Магазин Эль Маркет проводит розыгрыш Эликсир. На третьем месте это комплект струн OptiWeb 1046 и фирменная салфетка Эликсир. На втором месте целый комплект гитариста. Это струнный Эликсир OptiWeb 1046, фирменная салфетка и набор медиаторов стильной металлической коробки. И, наконец, на первом месте это ремень Эликсир. Кожаный, широкий, дорогой ремень Эликсир и также фирменная салфеточка. Думаю, про Эликсир вам рассказывать особо ничего не нужно. Это качественные, дорогие струны со специальным покрытием, которое позволяет вашим струнам жить и звучать очень долго. То есть вы просто покупаете струны, ставите и где-то на полгода точно забываете о смене ваших струн. Условия очень простые, они описаны в описании под этим роликом. Нужно просто репостнуть запись с розыгрышем и вступить в группу Эль Маркет. Что касаемо Accord G280, то, на мой взгляд, это отличный вариант и в качестве первой гитары, и вообще, если вам нужен качественный, универсальный и, главное, недорогой инструмент. КОНЕЦ Что касаемо цены, то тут такая интересная штука, друзья. В России эта гитара стоит в среднем 41 тысячу, во всех магазинах, плюс-минус и в Эль Маркете в том числе. Но в Эль Маркете у меня есть скидка 10% по промокоду Hardsound, и эта гитара начинает стоить уже 37 тысяч рублей. Что я считаю, для такого инструмента, с такой конфигурацией, это очень неплохо. Даже если вы ее купите где-то в Европе, например, на том же Томане она выйдет гораздо дороже. Так что, друзья, у вас есть замечательный шанс сделать себе отличный подарок на Новый год. Друзья, огромное спасибо за просмотр, за ваши лайки, комментарии и огромная благодарность моим спонсорам на YouTube, Бустером и Патронам. А с вами был, как всегда, Кирилл. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok